Всем привет! Мы приехали сегодня в Баошичи, это Герцогновская область, на фестиваль ароматной мимозы. Этот цветущий ароматный куст акации серебристой, это его настоящее название, был завезен пару веков назад моряками в Бококоттерскую бухту и так полюбился местным жителям, что они придумали ему целый фестиваль. Этот праздник проходит 53-й год подряд. Ему посвящают целый месяц народные гуляния, дегустация национальной кухни, соревнования рыбаков, соревнования молодежи на тележках и масса-масса других спортивных мероприятий будет проходить в течение месяца в области Герцогновин. Я уже слышу запах рыбки. Сегодня на набережной области Герцогнови 8 костров, где жарят рыбу. Пойдем посмотрим. В этом году власти Герцогнови подготовили на праздник 700 килограмм рыбы. Это бесплатное угощение абсолютно для всех. Также можно выбрать, чем запивать. Пиво Никшичка или вино Плантажа. Ну а еще 170 килограмм ароматной мимозы. Музыка. 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 С головой спешим, а бедная. Обожаю наши праздники. Кормят, поят бесплатно. Вообще, такой, знаешь, атмосферу классную делает. Зимой, когда людям скучно, можно прийти, встретиться. Уже знакомых встретить. А еще радует, что 19 февраля у нас такая замечательная погода, и можно сидеть и наслаждаться, играться. И еще мы не работаем с зимой, отдыхаем. Как говорят в Черногории, живи ли? Это завтрак. Пиво с рыбой на море – это самый лучший завтрак вообще. А какой у тебя любимый праздник, кстати? Вот я знаю, есть праздник Камелии в Столиве. Он скоро будет в апреле или в марте. Там будут в Мидии делать рыбку. Не было? Я все жду мир пожара. В декабре будет праздник рыбки под названием «Уклейка». Она тоже маленькая, ловится из Кадарского озера. Но мы там ни разу с Ксюхой не были. Это единственный праздник, который мы пропускаем. Так, а что? А, День Шуруна мы любим. И Петроватскую ночь. Это когда жарят скумбрию. Пока 700 килограмм не закончится, будем есть. Можно подходить постоянно? Да. Мы можем подойти несколько раз, без проблем. Хочешь за вином – подойди пять раз. Хочешь за рыбой – подойди пять раз. Главное, чтобы ты был сыт, доволен и счастлив от праздника. Ребятки, мы встретили Теодора, нашего любимого друга. Кто у нас продает устрицы и мидии на ферме? Потом я буду на работу все равно. Теодор, я знаю, что черногорские мужчины редко дарят цветы женщинам. Кто это вам сказал? Это опыт жизненных лет мы им подсказывали. Нет, у меня совсем другая реальность. А ты только на 8 марта дарил? Нет, конечно. А когда еще? Каждый день, сколько дней. Каждый день? Мне нужно быть много цветов, но один маленький достаточно. Хорошо, а если у тебя нет денег, что ты выберешь? Не покупать цветы девушке или сорвать бесплатно? Ну вот как я... Я выбираю «украсить соседа». Украсть соседа. Правильный вариант. Правильно, конечно. Теодор, вот ты местный житель. Скажи мне, тебе не надоели эти праздники? Вот пиво, рыба, одно и то же каждый раз? Нет, нет. У меня здесь такая атмосфера, здесь особенно вкусно я еду. Наверное, поэтому. Ты маме главное это не говори. Я не мешает. Теодор, а ты что сегодня модный такой? Да вообще, смотри, какой стильный. А ну, привыкли тебя видеть в плавках с устрицами? А, и даже я привык. Сам себя не узнает в зеркале. Ладно, Теодор, мы тебе желаем классно провести день. Спасибо большое. Вам тоже желаем. Набери, много рыбы. Маме, папе, привет. До скорой встречи. Давай. Вот мы и закончили наши гуляния на фестивале «Мимозы». Честно скажу вам, было весело, как никогда. Сейчас мы находимся в городе Герцегнове, где вечером пройдет маскарад, а любители походов ночью отправятся на покорение вершин горы Ориен. Как видите, нам не скучно зимой в Черногории. Всегда есть чем заняться. Ну и местные турорганизации тоже развлекают туристов и эмигрантов. Услышите про праздник, обязательно приезжайте в любое время года в Черногорию. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!